6 сентября При всех различиях этих программ у них есть одно важное общее. Все они нацелены на продвижение вуза и выведение его на самый высокий мировой уровень. Казанский федеральный университет сохранил свои позиции в рейтинге 1000 лучших университетов из 77 стран мира за 2017-2018 годы, составляемые журналом Times High Education. Наш университет сохранил те же позиции, которые были в прошлом году. Значит, позиции 4.1+. Мы с вами из университетов 5 ТОП-100 занимаем четвертую позицию. Мы делим четвертую позицию, скажем, национальной МИФИ, Новосибирск и в Санкт-Петербургском в проекте не участвуют. Стоит отметить, что на сегодняшний день на первый курс КФУ зачислено 11 032 студента, причем 4980 из них на бюджетные места. Одним из самых весомых показателей приема остается привлечение высокобальников и участников и победителей предметных олимпиад школьников. Прежде всего, главный риск – это растущая конкуренция среди ведущих российских вузов за высокобальников. Каждый российский вуз стремится как можно больше высокобальников к себе зачислить, что выявлено приемная компания этого года. Кто отвечает за высокобальников, кто должен с ними работать. С 15 сентября в КФУ начнет работать Центр подготовки олимпиадников, который в перспективе должен стать самоокупаемой, бизнес-структурой и выйти на межрегиональный уровень. Приемная комиссия должна начать работать не в апреле месяце, а вот буквально на днях, поэтому надо сделать дорожные карты по приемной комиссии, когда что открывается, и возможно на площадке Уникса создать уже пункты ответа на вопросы, соответственно, процессы. Работа приемной комиссии усилится в режиме онлайн и в социальных сетях, а также в мобильном приложении, которое разработал ИТИС. Стоит отметить, что прием по линии иностранных граждан еще не завершен и продлится до конца сентября, но уже сегодня можно говорить о позитивной динамике. Проблему с оттоком абитуриента с постсоветского пространства можно решить путем расширения взаимодействия с вузами этих стран. Так можно проработать механизм открытия базовых кафедр КФУ в вузах-партнерах и начать реализацию программ двойного диплома. Диана Шилова, Леонардо Влетьяров, Владислав Михневский, Универ Ньюс.